Туристический путеводитель Фодорс назвал 9 мест на планете, куда не советуют ехать путешественникам в 2024 году. Все больше стран борются с чрезмерным туризмом. Правительства и экологические организации рассматривают новые стратегии, чтобы избежать скопления гостей. С одной стороны, они приносят доходы в бюджет, но с другой наносят вред окружающей среде и усиливают нагрузку на местную инфраструктуру. Куда не стоит ехать в этом году, расскажет моя коллега Жанна Хусаинова. Туристический путеводитель Фодорс опубликовал традиционный ежегодный ноу-лист – список направлений, не рекомендованных к посещению в этом году. В перечень вошли 9 мест, которые, по мнению авторов издания, нуждаются в так называемом отдыхе от туристов. Возглавила список Венеция. Город на воде теперь не только спасается от затоплений, но и от потока путешественников. Для борьбы с экскурсантами с весны в качестве эксперимента ведут плату за вход в центр города. Сбор размером в 5 евро будет взиматься в течение месяца. В основном по выходным, весной и летом, когда число посетителей особенно велико. В последние годы в соседнем Местре, который формально является частью Венеции, построили тысячи новых гостиничных мест. Это облагородило ветхий район, но в то же время увеличился приток гостей, которые теперь оказывают огромное влияние на местные транспортные сети, ведущие Венецию. На втором месте антирейтинга расположились Афины. В прошлом году в греческой столице пришвартовало 760 круизных лайнеров. Больше, чем когда-либо прежде. Морские суда привозят с собой толпы людей, которые создают нагрузку на инфраструктуру города. Не так давно власти Греции также ограничили доступ туристов к Акрополю. Ежедневно его могут посещать до 20 тысяч человек. Теперь путешественники вынуждены заранее бронировать время посещения достопримечательности. Министерство культуры объявило о планах расширить пропеллеи, чтобы избежать толп туристов. Однако тогда все превратится в декорации для путешественников, которые вскоре увидят это место и уедут, так и не получив впечатлений. Тройку замыкает самая высокая гора в Японии – Фудзи. В 2013 году она пополнила список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор рост туризма создал как преимущества, так и проблемы для региона. Загрязнение священной горы достигло экстремального уровня. С тех пор власти рассматривают решительные меры, чтобы снизить турпоток. Только в 2023 на горе побывало больше 220 тысяч человек. Кроме этого, некоторые визитеры не готовы к тяжелому восхождению. А это приводит к увеличению количества запросов на оказание помощи. Фудзи сталкивается с настоящим кризисом. Поток туристов неконтролируемый. И мы опасаемся, что гора Фудзи скоро станет настолько непривлекательной, что никто не захочет на нее подниматься. В список также вошли бухта Халонг во Вьетнаме, пустыня Атакама в Чили, река Ганг в Индии, верхнее озеро в США. Жанна Хусайнова, 24 ГИЗ.